Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы немного поговорим о изменении баланса в игре Clash Royale. Все вы наверное уже знаете, что близится большое мартовское обновление, будут добавлены новые карты, будут вот эти клан баттлы или как они называются правильно. И будет также изменение баланса. И вот сегодня мы как раз поговорим о изменении баланса, который будет 13 марта. Итак, поехали! Первая карта, которая коснулась изменения, это Экзекутор. Итак, что же изменили Экзекутору? Значит, радиус удара топора увеличается на 10%. Таким образом, палач вернулся к своим первоначальным статистикам, теперь он легко контрить скелетов, но все еще не может с легкостью победить кладбище. Я немножко не понял, ему что снова вернули тот радиус, который был и раньше, если да, то непонятно зачем это все делать. И надеюсь, что исправят баг, когда топор улетает и не возвращается. Следующая карта, бревно. Урон снижен на 4%. Дальность с 11,6 до 11,1. Помню, раньше бревно хейтили и называли, мол, какая она легендарная карта, кто ее вообще будет использовать. Потом ее реально очень улучшили и вот они, видимо, решили ее немножко подрезать. И я не знаю, эти 4%, ребят, никак не влияют на убийство бревна принцессы, гоблинов, поэтому все стали использовать бревно в последнее время, потому что пофиксили зап, он теперь не убивает гоблинов, да, гоблинскую бочку, а бревно с легкостью с этим справляется. А эти 4% бревну не уберут эту возможность убивать гоблинов, поэтому я думаю, что оно не станет хуже и его также будут дальше использовать. Следующая карта, стрелы, ребят. Вот это реально крутое изменение. Значит, скорость снарядов выросла на 33%. Вы только представьте, то есть вы выбросили, да, допустим, Хога или Гиганта, и оппонент его контрит ордой миньонов, вы сразу выбрасываете стрелы и моментально их убиваете, то есть, ну, 33% это просто колоссальная прибавка к скорости, и я не знаю, теперь реально, я думаю, стрелы будут использовать намного чаще, и я думаю, они приживутся. Следующая карта, клон спелл, значит, больше не останавливает зарядку юнита вроде принца и спарки. Хорошее изменение, но скорпированный юнит начнет заряжаться с нуля, учтите это. Ну, то есть, клон спелл будет клонировать спарки, спарки не будет разряжаться, а клонированная спарки будет набирать заряд по новой. Не знаю, даст это клон спеллу популярность какую-то или нет, но я сомневаюсь. Следующая карта, дровосек, длительность ярости увеличена на полторы секунды, плюс полсекунды на каждый уровень. Также это никак не прокомментирую, потому что дровосеком не пользуюсь, и не знаю, этот рейдж на полторы секунды больше даст какую-то привилегию дровосеку или же нет. Следующая карта, башня бомбежка, а вот здесь уже, да, внимание, скорость бомбы увеличена на 66%. Возможно, это поможет постройке вернуться в мету и расправляться с быстрыми юнитами вроде гоблинов. То есть я помню те времена, когда бомбежку нерфили, потом улучшали, потом снова ухудшали, потом улучшали, потом снова ухудшали. То есть, ну ее, по-моему, сбалансировали. Ее реально используют не так часто, ну и так же она встречается. И она осталась таким же жирным зданием, и очень эффективным, я бы сказал. Ну 66% к скорости бомбы, ребят, она будет просто спамить бомбами. Ну представьте, гоблинов она будет убивать, то есть она не будет пропускать гоблинов к себе. То есть, ну я не понимаю, зачем это, и честно, я даже боюсь представить, что будет с башней бомбежкой. Возможно, я что-то неправильно понял, но по статистике 66% это будет реально быстро. Следующая карта, громовержи. Значит, исправили баг, при котором персонаж навсегда останавливает врагов. То есть, гробовержи, ничего больше не добавили, не ухудшили, не улучшили его, и его все так же не будет убивать фаербол. Ну и исправили баг, который вы, надеюсь, тоже уже знаете. Когда намертво, знаете, он фрезует, допустим, вышибалу. В вышибала стоит в ступоре, ничего не делает. Это, конечно, хорошо, что исправили, это очень напрягало. Следующая карта, ребят, торнадо. Теперь торнадо можно ставить на здание. При этом постройки не будут получать урон, но зато эта штука откроет дорогу к новым стратегиям. То есть, ребят, теперь можно будет бросать торнадо на радиус, ну то есть на вышку, на саму вышку. То есть, центр будет вышка, да, и все будет стягиваться на вышку. То есть, сейчас вы не можете на здание кинуть его. Но я думаю, это поможет. Торнадо, кстати, очень часто использует. Я думаю, это изменение также немножко его улучшит. В общем, ребят, вот это все были изменения, которые будут 13 марта. Не знаю, посмотрим. Мне, конечно, не понравились некоторые улучшения, я бы сказал. Не знаю, посмотрим, как оно будет на практике. Что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А я желаю, ребят, вам удачи. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok